Все мобилизируются для того, чтобы доказать свое желание быть солидарными с Украиной, быть плечом к плечу с народом Украины и чтобы Украина боролась за свой суверенитет. А это не только борьба за Украину, это борьба за международную демократию, за нашу стабильность. Господин Владимир, слово вам. Спасибо большое, спасибо, уважаемый президент Макрон, госпожа президент Фондруляйен, президент Кассис, премьер-министры Стере, Кунсен, Бетель, Фиала, уважаемые руководители международных институций, премьер-министр Шмыгаль, дорогая Елена, все присутствующие министры, послы. Я рад, что мы объединены таким новым форматом, такой конференцией. Потому что это означает, что мы объединены способностью победить российский энерготеррор. Я помню, как Эммануэль позвонил мне 1 ноября и предложил организовать такой формат. Уже произошли массированные ракетные удары против нашей энергетики. Уже начался постоянный террор иранскими дронами. Россия открыла новый фронт против нас, пытаясь спровоцировать гуманитарную катастрофу в масштабе всей нашей страны. России нужен блокаут в Украине, чтобы использовать это как якобы поражение Европы и всего нашего демократического сопротивления. Мы же в ответ основали новый формат сотрудничества и делаем все ради страны. Украинцев против блокаутов, против энерготеррора. Что имеем на сегодня? Украина выстояла против сотен российских ударов разной интенсивности по нашей энергетике. Но сейчас большинство наших электростанций, к сожалению, повреждены или разрушены обстрелами. Все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции. Не дай бог, но представьте, что бы это означало в ваших странах. Один из российских ударов спровоцировал отключение всех атомных блоков наших АЭС. Сработала автоматика. К счастью, без инцидентов. Только на поверхностное быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов нужно как минимум полтора миллиарда евро. Каждый раз после каждого российского удара мы стараемся возобновить техническую возможность генерировать и поставлять электричество. Но все равно ежесуточно нашим энергетикам приходится отключать миллионы украинцев от снабжения из-за критического дефицита электричества в общей энергосистеме. Прямо сейчас около 12 миллионов человек почти во всех областях и в столице отключены от энергоснабжения. К сожалению, это типичная для нас ситуация. Мы ежедневно ожидаем новых российских ударов, которые могут экстремально увеличить количество отключений. Именно поэтому генераторы и источники бесперебойного питания стали в Украине сейчас такой же необходимостью, как бронетехника и бронежилеты. Только так можно защитить обычных людей и социальный строй в условиях российской ставки на блэкаут. Фактически в Украине сейчас строится параллельно основной децентрализованная система генерации энергии. Строится очень быстро во всех регионах многими субъектами. Но все-таки она не может удовлетворить все потребности Украины. Тысячи украинских предпринимателей, малый и средний бизнес, социальные объекты продолжают работать благодаря генераторам. На генераторах функционируют больницы. Благодаря генераторам уже сохранены сотни тысяч рабочих мест, интернет, связь, в страховке от отключений. По всей стране открыто уже более пяти тысяч пунктов несокрушимости. Это специальные объекты, где люди могут согреться, зарядить технику, воспользоваться связью. И я благодарен всем нашим партнерам, которые уже помогают Украине с соответствующим оборудованием, чтобы поддерживать такой уровень энергоустойчивости нашего государства и общества. Но все-таки ключевая задача — сохранить основную энергосистему Украины, гарантировать ей стабильную работу, несмотря на любые российские попытки сделать Украину самым темным местом в Европе. Именно поэтому нужен такой формат. Здесь и сейчас мы должны согласовать конкретные вещи, которые не только помогут Украине выстоять зимой, но максимально наочно докажут любым антиевропейским и антидемократическим силам. И в первую очередь России, что Европа научилась не допускать катастрофы и защищать своих людей. Дамы и господа, я буду максимально конкретным сейчас. Первое. Мы нуждаемся в нескольких категориях оборудования. Это трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных линий, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки. Украинские представители, присутствующие на конференции, могут поинформировать вас о всех технических характеристиках этого запроса. Второе. Как минимум до завершения этого отопительного сезона в Украине мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы. То есть в поставках электроэнергии из стран Евросоюза в Украину. Объем до 2 гигаватт. Чтобы это стало возможным, необходимо решение Евросети операторов системы передачи электроэнергии увеличить импортную мощность. Снова-таки все технические детали такого решения представят наши чиновники, присутствующие на конференции. Такая поддержка поставками электричества может стоить около 800 миллионов евро в текущих ценах. Это существенно. Но менее существенно, чем может стоить нам всем блокаут в Украине. Поэтому я призываю вас сделать одним из конкретных результатов этой конференции согласования всех решений для такой поддержки Украины поставками электричества из стран ЕС. Третье. По аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ, которые договорено направить на все атомные станции Украины, мы призываем Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры, задействованной в энергообеспечении Украины, и от которых напрямую зависит стабильность всего нашего региона. Такие миссии ЕС могут стать надежным фактором стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля. Четвертое. Из-за разрушения террористами электростанции мы вынуждены использовать больше газа этой зимой, чем предусматривалось, и как следствие мы нуждаемся в поддержке для закупки около 2 миллиардов кубометров газа. Это также необходимый элемент нашей стабильности, который нуждается в вашем лидерстве. Пятое. Другим практическим результатом этой конференции могла бы стать договоренность о финансировании проекта по закупке LED-ламп для Украины. Это может кому-то казаться не очень существенным, но 50 миллионов таких ламп позволят сэкономить около 1 гигаватта электричества. Учитывая, что средний дефицит в нашей энергосистеме около 2,5 гигаватт, этот проект также должен существенно помочь. И шестое. Нам нужен специальный постоянный механизм координации усилий. Парижский механизм, который позволит давать своевременные и эффективные ответы на каждый вызов российского энерготеррора. Пока у нас еще нет, к сожалению, такой современной системы ПВО, которая могла бы сбивать 100% на российские ракеты и дроны. Но мы можем создать такую систему принятия решений, которая сможет на 100% лишить смысла террористическую тактику России. Когда будет гарантирована энергоустойчивость Украины в весь этот зимний период, когда будет гарантировано, что не появятся новые волны массовой миграции с нашей страны в ваши, будет гарантировано и то, что России не помогут никакие удары, никакие блокауты, никакой поиск оружия где-то там в Иране или других местах. России придется думать, как остановить агрессию, наконец остановить. Энергетика – это один из ключей к этому, и я верю, что этот ключ будет в наших, в ваших руках. Я благодарю вас за внимание. Еще раз благодарю, господин президент Эмманюэль, за организацию этой конференции. Надеюсь на очень конкретное решение. Спасибо. Слава Украине. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ